всем привет это влог о часах и в этом выпуске я сделаю обзор хронографу lanjin heritage часы идут в деревянной коробке темно-бордового цвета которая в несколько слоев скрыта лаком и честно скажу по моему мнению lanjin делает одни из самых красивых деревянных футляров внутри все выполнено в бежевом цвете это часы lanjin heritage хронограф с колонным колесом я являюсь очень большим поклонником часов lanjin да и вообще марка lanjin имеет настолько выдающуюся историю которая как минимум две трети от всех именитых часовых марок заставит покраснеть и опустить голову на данный момент компания lanjin входит состав сватч групп и я думаю занимает уровень намного ниже от того где она должна быть на самом деле но это неспроста потому что в противном случае она составит большую конкуренцию еще одной марки которая входит состав сватч группа именно омега я думаю если lanjin получит намного больший бюджет то заставит постесниться очень большое количество именитых часовых марок а некоторые так и вообще закроет собственной тенью это один из самых красивых хронографов выполненных в классическом стиле с правильным 3 компакса эти часы стоят новыми 2880 евро но поверьте мне в этом размере даже ценовых сегментах намного выше им сложно найти конкурента диаметр корпуса составляет 39 миллиметров высота всего лишь 13 с половиной поэтому они очень комфортно носятся как они выглядят на руке я покажу вам немного позже стрелки в этих часах как и инсталляции на циферблате выполнены из металла и покрыты слоем серебра лума практически нету за исключением вот этих тоненьких полосочек которые находятся на часовой и минутной стрелки также есть функция даты которая находится между четырьмя и пятью часами она переключается быстро с помощью вот это вот кнопки которая находится сбоку для этого нам нужен небольшой штифт и довольно легкими нажатиями мы переключаем дату заводная головка в этих часах по мне маленькая и ей не очень удобно пользоваться особенно ее просто невероятно неудобно из часов доставать вы видите наконец-то это получилось здесь только одно положение для того чтобы переводить стрелки часов и как вы поняли заводная головка здесь не завинчивающаяся а задвижная из-за этого тут всего 30 метров водонепроницаемость если честно я уверен что как за сумму 2880 евро водонепроницаемость должна была быть как минимум метров сто задняя крышка в этих часах прозрачная на которой написано большое количество разного рода информации а также она позволяет увидеть очень красивый механизм l688 с колонным колесом здесь она выполнена в синим цвете я думаю что все-таки этот механизм можно назвать мануфактурным калибром ланжина даже несмотря на то что производится он эксклюзивно для ланджин компании это который также входит состав сводч групп но мало кто знает что на самом деле этот калибр также используется в часах омега под номером 3330 и на самом деле он является разновидностью механизма это 7753 данная модель не является сертифицированным хронометром но тем не менее идут довольно точно по моим замерам это плюс минус 3 секунды в день хронограф а именно функции секундомера работает идеально первой кнопкой мы его запускаем этой же кнопкой мы восстанавливаем и второй обнуляем ремешок в этом хронографе кожаный темно-синего цвета с классической бабочкой если честно он у меня абсолютно новый потому что я его ни разу еще не одевал я не особо люблю бабочки и ношу классические кожаные ремешки в данном случае я ношу ремешок темно-коричневого цвета винтажный от фирмы фортис который идеально сочетается с черным циферблатом выглядит он примерно вот так на руке часы выглядят следующим образом как я уже говорил они идеально помещаются под манжетом рубашки очень комфортно носится благодаря тому что они довольно невысокие имеют диаметр всего 39 миллиметров также темно-коричневый кожаный ремешок очень хорошо подходит черному циферблату а на этом все вы увидите с вами в следующих выпусках пока